Первая категория людей, которая идет к Богу, это люди, которые хотят счастья, а не служения. Поэтому они так сильно беспокоятся о своих недостатках. Они так переживают, что счастья до сих пор нет. Ну сколько можно это преодолевать все? Ну почему до сих пор этот недостаток существует? Пока этот недостаток существует, я счастье никогда не получу. То есть они сильно беспокоятся о счастье. Это первый этап развития человека, который идет к Богу или самосовершенству. Второй этап развития человека становится интересно, все меняется. Человек еще больше знает свои недостатки и понимает, что он их еще не скоро преодолеет. А может быть неизвестно, когда вообще преодолеет. Но для него вот это вот счастье, которое в этом мире надо получать, имеет уже гораздо меньшую ценность. Но человек имеет очень большую ценность отдать себя в служение Богу. Он хочет как бы сделать, принести пользу, сделать всех счастливыми. У него такая решимость вот так жить. И он думает о том, сколько он сделал хорошего, а не о том, сколько он ошибся. Вот, допустим, мне когда пишут в интернет, у вас там то да сё, у вас там в личной жизни проблемы и то да сё, и там пятое-десятое мне пишут, что у меня было там когда-то. Пишут. Ну, почитайте, в интернет много там написано. Я думаю, вам будет интересно. Нет? Нет, нет, хорошо. Не надо читать, значит, вам. Иначе вы отравите свою жизнь. Да, старший плохо думает, что всё рушится в жизни. Но когда люди пишут вот это всё, говорят, то я вот в сердце думаю, ну, какой смысл мне об этом думать, что там я раньше сделал? Не надо больше сейчас сделать хорошего. Потому что жизнь уже скоро закончится, как бы она кончается, а можно ещё много чего хорошего сделать. Зачем думать о том, что было? Ну, было и было. А сейчас надо делать добрые дела. И жить правильно сейчас надо. Потому что в прошлом ты жить уже не сможешь. Надо жить в настоящем. То есть нужно учиться очень сильно думать о том, что ты хочешь сделать, а не то, что у тебя в характере. Потому что характер олицетворяет прошлое. Это застывшее прошлое. Это не настоящее. Вот всё, что у вас есть в характере, это не настоящее. Это прошлое. Все плохие черты характера идут из прошлого к человеку. Они его догоняют и мучают за то, что он раньше делал плохого. И это по факту просто наказание. Вот зачем, допустим, думать о том, что ты стоишь в углу? Лучше начни там делать добрые дела. Например, я желаю всем счастья, в углу стоишь. Но ты при этом стоишь в углу, тебя не выпустили. Или один человек совершил очень плохой поступок и пожизненное заключение получил. И когда он садился в тюрьму, ему дали духовную книгу почитать. В этой духовной книге было написано, как молиться, как верить в Бога. И он в тюрьме стал самым счастливым человеком. Потому что у него была ночная камера, никто не мешал ему молиться, думать о Боге. Он там сделал алтарь себе. И начал молиться. Ему даже Бог дал возможность не общаться с плохими людьми. Потому что когда его в туалет выводили, то все, кто был в коридоре, их закрывали в специальные шкафчики. Потому что он был осужден, как особо опасный рецидивист. Ну, как бы классно идешь, никто не мешает. И кормят бесплатно. Он погрузился в молитву по полной программе, этот человек. Он потом об этом написал. Что во всех случаях жизни можно извлекать только хорошее. Но если тебе жизнь твоя недорога, если у тебя время есть, глупостями заниматься, то ты начинаешь обсасывать свой характер. Ты не занимайся этим, потому что это уже из прошлого. А из будущего это не твой характер, а твои добрые дела, которые ты сейчас можешь начать делать, вместо того, чтобы обсасывать себя. А обсашиваешь себя ты только по одной причине, что сейчас у тебя счастья нет в жизни. Сейчас. Ты не хочешь добрые дела делать и быть счастливым, а хочешь вот сейчас прямо быть счастливым. И поэтому ты думаешь о своем характере. Не надо о нем думать. Придет время, он исправится сам. Потому что когда человек добрые дела делает, растворяется его плохая судьба. Она становится хорошей. А я вас не утешал. Я вас образовывал. Знания утешали человека. Когда человек знает правду, ему легче становится. Знаете об этом? Вы думаете, вас как-то по-другому можно утешить. Я могу здесь поступить как психолог. Сказать, да, вы просто не думайте об этом. А все пройдет тогда. Все будет хорошо. Не думайте. Не работает система. Потому что все, что вы говорите, я это вижу. Действительно повторяется. А если бы вы видели свою прошлую жизнь, у вас там тоже самое повторялось. Потому что есть препятствия в жизни, которые длятся долго. И их не скоро можно преодолеть. Потому что ошибку, которую человек совершил, может быть очень колоссальной. Допустим, человек изобрел атомную бомбу. Вот сколько человек погибнет от этой бомбы, столько он будет страдать за это. Нормальный поступок? И сколько раз ему придется гибнуть от лучевой болезни? Миллионы раз. Понимаете? Или он начнет молиться Богу и сожжет эту плохую судьбу за одну жизнь или за две. Вот и выбор. Или думать о том, сколько тебе страдать постоянно. Или просто молиться Богу и победить судьбу. И все. Что ты выбираешь? Страдания и мучения, и думать об этом. Или думаешь, выбираешь счастье и светлый путь. Но при этом тебе надо принять свою судьбу, сказать спасибо Богу, какой ты дал судьбу, такую ты дал. Все нормально.